Областной родительский совет работает с 2005 года. Минимум три раза в год здесь решают наиболее острые вопросы. Так, несколько лет назад это была проблема групп смерти в социальных сетях. Теперь вот наркотическая зависимость среди несовершеннолетних. В минувшем году полицейские региона направили в суд 16 уголовных дел по линии незаконного оборота наркотиков в отношении 13 несовершеннолетних. Статистика говорит как о росте преступлений, совершенных подростками, так и об увеличении числа наркозависимой молодежи. Важно понимать, что действуя сообща, еще не поздно в корне изменить ситуацию. Если десятилетия назад факты употребления психоактивных веществ в школе в основном замалчивались и родителями, то профилактическая работа наша сегодняшняя привела к тому, что руководители образовательных учреждений выходят на нас, председатель родительской общественности выходит на нас. И мы совместно решаем ситуацию. Если это был опыт однократного употребления, мы мотивируем на консультацию с руководителем репцентра, с детским наркологом. Место встречи представителей совета – музейно-выставочный центр региона. Военные экспозиции как нельзя лучше поддерживают актуальность темы патриотического и духовного воспитания школьников. Елена Хорошкова завороженно слушает экскурсовода, чтобы потом заразить интересом дочь. Мама старшеклассницы участвует в работе родительского совета практически с его основания. И уверена, устойчивое моральное здоровье любого школьника – заслуга родителей, которые должны не просто наблюдать за тем, как учатся их дети, но и быть вовлеченными в этот процесс. Мы все время говорим о том, что ученик, человек должен жить в социуме. И у нас перекосы бывают. Очень умный ребенок, да, очень плохо иногда сходится со сверстниками. Или наоборот, то есть он весь такой коммуникабельный, он весь такой рубахопарень, и при этом он не очень хорошо учится, потому что все свое внимание он уделяет другим компаниям. И вот это найти, вот эту золотую середину, а это могут сделать только совместные родители и школа. Школа тем временем сегодня стоит на пороге больших перемен, которые диктует приоритетный нацпроект образования. Новшества в области дополнительного образования многие родители уже заметили. Теперь все они обучают своих детей в кружках и секциях за счет государства с помощью именного сертификата. Правильный выбор при этом помогает сделать специальный навигатор доп. образования, работу которого постоянно совершенствуют. Сейчас идет работа по наполнению, по корректировке содержательной части навигатора программного. Мы отдельные программы, исходя из востребованности, оттуда убираем. Разрабатываются новые программы, готовятся к занесению в навигатор с тем, чтобы с нового учебного года они вошли в этот навигатор. Другой национальный проект – безопасные и качественные автомобильные дороги. Все предполагают, что в ближайшие шесть лет число аварий с участием детей и подростков должно сократиться в три с половиной раза. Одна из форм работы в этом направлении – родительский патруль, который уже совсем скоро начнет отслеживать ситуацию с безопасностью школьников на дорогах. Пока же это, как и другие идеи, выработанные в рамках областного совета, пища для размышлений родителей всего региона. Юлия Савушкина, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.